Уважаемые товарищи, мы в очередной раз собрались для того, чтобы обсудить актуальные аспекты работы в сфере поставки и переработки нефти в нашу страну. На протяжении последнего столетия углеводороды были и остаются одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях. Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. И не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна поставщики. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений. В результате в настоящий момент мы недополучаем около миллиона тонн сырья ежемесячно. И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам. Но, к сожалению, на этот продукт завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических иных предприятий страны. Немотивированные действия в сфере поставок нефти негативно влияют на воловой внутренний продукт и доходы бюджета. Хотя задача, как я уже сказал, диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством не один год. Я рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП. С другой стороны, сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной. Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть – не монопольный товар. И желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире. И в том числе с нашим партнером-монополистом. Как сообщают россияне сами, поставки в Китай у них сократились на треть нефти. Это не только в Китае. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в этой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. И не только в России, но и альтернативными. При этом мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть. Будем, потому что эта нефть, и добыча ее, и транспортировка создавалась в том числе и руками белорусов. Тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем ползать 31 декабря постоянно на коленях, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам. Поэтому я прошу доложить о том, какие результаты уже достигнуты в данном направлении и какие мы видим перспективы. Второй вопрос – логистика доставки. Его следует отрабатывать не менее интенсивно, чем первый вопрос. И одними лишь договорами на транспортировку нефти его не решить. Необходимы комплексные, системные, инфраструктурные решения. Следует подумать о возможности реализации совместных проектов с иностранными компаниями, собственниками сырья. Пора окончательно принять тот факт, что в энергетических вопросах следует рассчитывать только на себя. А в критический момент даже ближайший партнер будет руководствоваться лишь логикой собственных интересов. Вы ведь понимаете, что у нас два крупных, продвинутых, неплохих предприятия по переработке нефти. На севере Новополоцкий нефтеперерабатывающий, на юге Мозорский. И южный Мозорский завод производит качественный продукт. Это я знаю от самих водителей в Украине. Они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо. Мы очень ответственно себя ведем на этом рынке. И мы могли бы вместе, договорившись с украинцами, странами Юго-Восточной Европы, поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая через Порт-Одессу и поставляя через Украину. Северный завод мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Беларусь, плюс другой рынок, если это нужно будет. И на Новополоцке перерабатывать нефть и нефтепродукты продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки, но нужна логистика. Мы также за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40-50%, может быть, процентов мы будем по-прежнему покупать нефть в России. Россия, если захочет, когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% мы можем покупать с портов Балтики и с Одессы, как я сказал. И это будет три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться. Есть вопросы по проработке поставок. Железнодорожным транспортом возим из Балтийских портов, а надо по трубе. Так это же не проблема построить. Там, кстати, есть пару труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с Балтийскими государствами по этим трубам. Очень серьезные были заявления и намерения со стороны Соединенных Штатов Америки. С госсекретарем он на эту тему говорил. Помочь нам с инфраструктурой и поставкой нефти. Помпео сам предложил. По конкурентным ценам вы слышали эту нефть. И вы видели, на Мюнхенской конференции было заявление, они выделили миллиард долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пару перемычек, которые правительство рассчитывает 100 километров строить, аж три года, полтора-два года, не больше. И 100-120 миллионов долларов мы сами найдем на эти перемычки. Поэтому надо просто шевелиться.